Продолжение следует... 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 Я просто объясню так. Вот представьте себе, идет колонна и уходит далеко, за предель досягаемости обычных радиостанций. А у нас канадно-штабная машина, или БТР, или же ГАЗ-66, на базе ГАЗ-66, в Кунге аппаратура стоит. Это Вартура дальней связи. Вот когда идет колонна, первой целью является кто? Связь. Обрезаешь связь, уничтожили связистов, уничтожили аппаратуру, колонна остается не то, чтобы сказать, беззащитной, не то, чтобы беззащитной, потому что идет сопровождение, но они не могут уже вызвать подкрепление, а это уже очень серьезно. Вот первое вам, как вам сказать, понимаете, не то, что вот боевое крещение, а вот осознание того, где ты находишься, осознание того, что здесь ходит смерть, приводит к каждому по-своему. У каждого, у кого-то это прям в ожесточенном бою. Конечно, страх есть страх, от этого никуда не идти. У кого-то другой момент бывает. Вот первый случай, когда мы, значит, выезжали, моя первая операция, когда мы выезжали, я еще был стажером. Естественно, меня никто не, самого, самостоятельно. Вот так вот на такой машине никто отправлять не будет. Естественно, я поехал как стажер. Я сидел сзади, впереди сидел командир. Командир бригады, полковник Шатина. Благодаря ему я здесь сижу. Тут маленький момент, я еще хочу, как человек военный, я хочу вам сказать, что вот исполнение команды – это безукоризненное исполнение команды. Не задумываясь, должен выполнить команду человек. Оно спасает жизнь бойца. Вот говорят, строевая подготовка в армии и так далее. Кто-то ее «муж строй» называет. Для чего делается строевая подготовка? Не для того, чтобы научить солдата ходить по струночке, по линеечке и вытягивать ножку. Нет. Строевая подготовка введена для того, чтобы боец исполнял команду. Он услышал, он тут же должен ее исполнить. Во время строевой подготовки прививается вот этот вот рефлекс. Вот этот рефлекс, который мне привили в сержантской школе, спас мне жизнь. Было как, я же говорил уже, впереди сидел командир, и мы уже в нехорошую зону въезжали, в Кандагаре. Он вот так обернулся и увидел, что я сзади сижу. Он спрашивает, почему без автомата? Вот его вопрос. Я тут же нырнул внутрь, если исполнять команду. И веером прошла очередь. Хорошо, командира не задело, но прошла бы. Вот с моей стороны был бы вот так вот люк по люку. Если бы я не исполнил команду командира, могло закончиться плачья. Но даже тогда еще, я до конца не понял это. В этой же, на время же этой операции, когда мы стояли в Кандагаре, в лимонной роще, а там, поверьте, невероятная красота. И в этой невероятной красоте ты каждую минуту, каждую секунду ощущаешь, что близко ходит смерть. Это тоже понять надо. Но к ней, понимаете, если постоянно ты будешь об этом думать, ты не сможешь ничего делать. Вот в том-то и дело, что боец, который привыкает к этому, он уже не думает, он не задумывается об этом, ему это не надо. Если он будет думать, он погибнет. А случилось со мной как? Я прошелся, решил пройтись по роще. Ну, интересно, первый раз. С этой стороны, значит, огромная роща, а там дальше кипарис, вечер. Эти шум, гам, попугаи кричат. Они в кипарисах живут. А с этой стороны роща. И вот уже когда почти стемнело, попугаи успокоились, я решил прогуляться. Но я не знал, что, оказывается, это место нездоровое. Я зашел, что-то я увидел. Не помню уже что, что-то я увидел на дереве. Мне захотелось. Я остановился, передо мной вот буквально в одном шаге ветка была. Эта ветка меня остановила. Я остановился. Рассмотрел, и вдруг раз, что-то такое, ветка падает. Щелчок какой-то, ветка упала. Я не разобрал первый раз, я не знаю. Звуки неизвестные, мне не знакомы они, я не знаю пока. Когда уже пришел к ребятам, я говорю, вот так, вот так. Они мне говорят, дорогой, тебе ветка жизнь спасла. Не ходи, там это место простреливается. Тут может снайпер работать, может еще что-то такое. Не ходи, слишком далеко не обходи. Вот тогда дошло осознание. Даже не в первый, вот не в этот момент, когда я с командиром был. Я благодарен этому человеку на всю свою жизнь. Царство имя и небесное, у него уже в живых нет. Очень хороший был командир, командир которых, это легендарно, таких командиров бывает, ну, очень мало. Но вот осознание, вот этой опасности, ко мне пришло тогда. Не страх панический, а осознание. Вот когда ты осознаешь это, вот тогда начинаешь правильно действовать, задумываться. Вы сказали, каждый по-своему переживал и ощущал вот это состояние боевых действий, как бы, или вот свое место пребывания, да, в этой боевой точке. А как меняется жизнь? Вот как нужно, вот вы сказали, невозможно думать об этом. А как это? Надо обладать большой силой воли, силой духа, наверное, чтобы находиться там и не думать о том, что вот она, смерть входит вот здесь, рядом, близко с тобой, но при этом еще остаться живым. Что происходит с мозгами молодых людей, 18-летних парней? Вот именно, наверное, поэтому 18 лет и призывают. Потому что более поздний, более поздний возраст, более зрелый человек, он уже будет думать по-другому. А 18 лет физический человек готов, как раз заканчиваясь, так сказать, физическое развитие, дается ему хорошая физподготовка, он становится, вы заметили, да, парни, два года пришел, уходил вот такой вот, вернулся здоровенный парень. Ушел его наш, да, вернулся мужчина. Потому что в этом возрасте мозг еще не незрелый. Он еще не созрел. Он не воспринимает вот эти вот проблемы так остро и осознанно, как воспринимают люди уже более позднего возраста, более зрелый, более старшего возраста лет. Потому что за этим что-то стоит, а у молодого практически пока еще ничего не наработка. Вот сейчас, сидя здесь, у меня возник такой вопрос. По какому принципу отправляли молодых парней в Афганистан? Был ли какой-то специфический отбор? Или просто это попадали в призывной набор, который должен был поехать именно туда и сейчас, в Афганистан? Ну, во-первых, отбор шел комитетом госбезопасности, о чем мало кто знал. Все-таки изначально уже... Конечно, обязательно. Это чужая страна, это чужие люди. Там были всякие... Случайных людей там не могло быть? Случайных людей в таком месте быть не могло, потому что энная группа людей отсеивалась. Не сказать, что неблагонадежные. Ну, допустим, склонны к каким-то... Потому что страна своеобразная, там и наркотики, и прочее все это. Вот склонность к такому, к такому, к такому. Допустим, отслеживалась, естественно, уровень патриотизма, скажем так, вот если так пафосно говорить, уровень патриотизма человека, насколько человек любит свою родину. Что предательство имеет место везде. Кто-то, не то что, кто-то осознанно идет на это. На сотрудничество с кем-то. А возможности у этих ребят были. Я имею в виду с той стороны баррикад. Возможности у них были. Это тоже очень хитро делалось. Кто-то, попадая в плен, вынужден был. Насколько крепкий стержень в человеке? Физическая подготовка у него какая? Это, конечно, имеет значение, потому что, я предпочитаю, призвать слабенького совсем человека и кинуть в такие места, это, чтобы из него сделать бойца, нужно больше времени потратить. Естественно, и денег больше на него уйдет. А зачем, когда есть другие места службы, можно это бы оставить, и те, чего-то посильнее, его можно направить. Соответственно, он быстрее выполнит боевую задачу. Вы сегодня принесли фотографии со службы, потом в мирное время. Вот не могу не коснуться двух этих фотографий. Это ваши сослуживцы, ваши однополчане. Какова их судьба? Вы говорили, что были разные люди в эшелоне, но ведь в конечном итоге, когда ты приходишь и уже служишь в определенной части, ведь, наверное, мало с тобой кавказцев или каких-то, наверное, тут уже родство души происходит. Я вам скажу так, что и кавказцы у нас были в бригаде, тем более у нас Кандагарская бригада. Это, ну как вам сказать, место ссылки. Самая воюющая бригада была, Кандагарская. если, как, знаете, как говорят, в Союзе пугали Афганистаном, а в Афганистане пугали Кандагаром. Нас уже пугать нечем было, мы изначально туда шли. А эти два товарища, про кого вы мне сейчас фотографии, один из них погиб, товарищ Хасим, мой-мой товарищ. А этот и сейчас живой, слава Богу, Ибрагим Сазаев. Оба служили в десантно-штурмовом батальоне, заслуженные люди. Ибрагим был представлен к ордену боевого красного знамени, в чем-то не получил его. То ли документы затерялись, то ли еще что. Ну вот у него, видите, на груди медаль за отвагу. Хасима тоже медаль за отвагу здесь. Посмертно был награжден орденом. Отберем взвод 30 человек. Война это не ремесло, это искусство. Понимаете, вот это искусство познает единицы. Скажем так, из 100 человек, если человек 10, 20, будут таких, которые действительно научатся. если есть в взводе такие люди, или в отделении такие люди, как вот эти двое, кого я сейчас вам показал, это значит, залог успеха. Это значит, что минимальные потери будут. Вот у этого товарища, Ибрагима Сазарова, у него было какое-то звериное чутье. он прям чуял, где что находится. Благодаря ему сколько людей живых осталось. Но ведь говорите же, чутье, умение, мастерство, но ведь это все исходит от офицерского состава, тех, кто вас учил, тех, кто вами командовал, все-таки, я так понимаю. Как складывались отношения с офицерами? Естественно, естественно. Ну, а эти офицеры, это есть отец командир. Естественно, в бой ни один офицер, ни обстрелянного, ни обученного бойца не пошлет. В определенное время, так сказать, идет адаптация, обучение, объяснение, подготовка. Эти, как говорится, обязанности, помимо собственных занятий с молодым бойцом. Офицер, как говорится, поручает и делегирует их сержантам. Вот, пожалуйста, старшина. Скольких он обучил? Скольких он обучил? Сколько людей, сколько людей благодаря ему в живых остались? А потом уже выводят парня в первый бой, прикрывают ему, объясняют. Вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Вы поймите, бой это не кошмар вот такой вот. Да, бывают моменты кошмара, но во время боя можно и перекурить. Понимаете? Потому что с той стороны тоже люди. Они тоже нормальные люди. Они устают. Они хотят есть, они хотят допить, хотят. Есть место, где скрыться. Есть место, где можно даже сесть перекурить. Сели, покурили, ему объясняют, вот видишь вот это, вот видишь вот это, вот там так, вот там так, вот там так. Туда пойдешь, будет так, туда пойдешь, будет так. Соображаешь, соображаешь. Кто сообразил, кто вот эту вот науку взял в себя, тот и передать ее может. Вот это становится лидерами. Они командуют отделением, допустим, 10 человек. Они командуют им. Это не значит, что он там под козырек отдает этой команды. Просто пальцем показал, где что, с какой стороны нужно, куда послать, откуда нужно прикрытие другим людям. Это вот маленький пример. Я смотрю на вашем детеле боевые награды. Какая из них самая ценная для вас? Самая ценная. Это произошло где-то на фотографии здесь есть. Была армейская операция. Вот так. Нет, вот. Вот тут мы в горах идем. Была армейская операция. Мы ходили на калат. Так как-то получилось, что у меня секретная аппаратура вышла из строя. Я должен был, вынужден был работать в открытом режиме. А тут получилось так, что радист другой радиостанции сильно заболел. Он не мог работать. Востоку поскольку моя машина стояла при штабе, потому что аппаратура не работала. И мы работали совсем в других этих, как говорится, в другом аспекте. Мне предложили радиста отправить в одно определенное место, должна была группа выйти. Группу надо было доставить на место, чтобы они там обеспечивали прикрытие. Входа именно вот в это ущелье. Тут получилось как? Я думаю, не буду его посылать, поеду сам. Если вдруг что-то случится, чтобы это на моей совести не было. Я поехал сам, выехал. И тут получилось, что мы шли, колонна не очень большая была, но шли в переднюю машину, подбили. Вот видите здесь кругом скавой, одна дорожка, деваться некуда. Повезло, что не сбили нас. Хотя, в принципе, там не очень далеко было. Так получилось, что головную машину подбили и повредили радиостанцию командира батальона. В комбат выезжал тогда. Он не может на меня выйти, чтобы вызвать поддержку. Я не стал ждать, не стал дожидаться. Этого сам вызвал в воздух. Слава богу, там вам крупно повезло, что... Вы приняли решение? Я сам принял решение, не дожидаясь команды. Потому что там все-то началось, там минута. Уже ждать некуда. Дальше не надо этого делать. Минута-две, дальше, понятно, что-то случилось. Я его вызываю, он не отвечает мне. Может быть, он понял это и суедился, хотел. Но я не стал ждать. Я вызвал в воздух. Ну, тут со всех сторон началось. Очень такое веселое карусель. Интересная такая. Один из ребят с пехоты между двух камней залег, отстреливался. Вызвал, сам выскочил с машины, начал тоже с автоматом работать. Я заметил, что он между двух камней лежал. Ну, тут пришло время, конечно, отстреливались. Ну, это как раз так рассказывать. Вели бой, прилетели вертолеты, ударили сверху. Вот за это время успели столкнуть машину подбитую. Справились с ней, колонна тронулась. Я понял, что его никто не видит. Вижу его только я. Я его заметил, когда из-за своей машины перебегал за другую, чтобы более выгодную позицию занять. Я его заметил, я выскочил, ну, подбежал, за ноги потянул его. Видно было, голова уже на земле, что он ранен. Схватил за ноги, потянул его к себе. Ну, тут ребята, молодцы, конечно, подбежали, сразу схватили его в свой БТР. Ну, так вот за это представили, к медали Затова. А как складывались ваши отношения, межнациональные отношения там уже в частях? Без дедовщины просто армии нельзя. Хотя, вот кто-то скажет, но дедовщина в хорошем смысле этого слова. Дедовщина была и в Афганистане. Вот дед, который обещал молодых. Почему дедовщину дедовщиной назвали? Раньше служили солдаты 25 лет. И вот дедушка, типа, моего возраста уже с седой и всюдыми усами, с седой бородой, учит молодого. Вот он говорит, он дед. Если дед сказал, значит, он прав, он глупость не скажет. Благодаря дедовщине очень многие бойцы выжили. Это обучение бойца. Это не значит, что на нем воду возят там или что-то такое. Нет. Это обучение бойца. Я так поняла, что вы счастливый человек, вы везунчик. Вы верите в эти все приметы? То, что иногда, может быть, Всевышний ведет и оберегает нас. Ну, в случае я уже рассказывал. Сейчас я вам могу рассказать про генерала Востротина. Когда был такой случай, он прикуривал, наклонился, пуля прошла над головой. Вот сигарета спасла ему жизнь. Когда его спрашивали, почему не бросите курить, он говорит, я буду курить. Мне же сигарета жизнь спасла. Вот случай. Элементы везения для воина просто имеют место, скажем так. Как-то мы выезжали, навстречали очень большую колонну. Мы, естественно, и наши колонны мы встречали, выезжали на сопровождение груза. Там шли или наливники шли, и боеприпасы близли в машинах, и продовольствие, и все остальное. Ну, естественно, и люди там, надо их сопроводить через зеленую зону, через опасное место, где боевики, естественно, уже зная все это, потому что колонны идут через весь Афганистан к нам, естественно, они уже знают, как, каким путем, приблизительно какое время будем, скорость рассчитывается. Это все делается. Мы выехали, моя машина была на ремонте, мой БТР, я выехал на ГАЗ-66. Это 142-я станция, это старого образца станция. Вот элемент везения. То, что в этой станции, с левой стороны, в рабочем отсеке есть окно. В новых станциях этого нет. Вот посадили молодого бойца за руль. Первый выезд. Только что приехал в Кандагар. С начальником радиостанции у нас теплые отношения были. Я ехал не начальником радиостанции, хотя я тоже на той же должности был. Я ехал за радиста. Я сижу в рабочем отсеке. Объясняю, что такое. Это кунг, передняя часть радиостанции стоят, он отделен фанерной перегородкой, а сзади это командно-штабная машина, это для командира помещения, он работает там. А мы ехали как? Идет впереди БТР, машина связи всегда охраняется. Идут впереди БТР, сзади идут танки. Между ними идем мы. Мы идем по бетонной дороге, бетонка. А танк на бетонке, это как корова на льду. Он как на коньках скользит по бетону. И тут получается так. Мы едем, резко вдруг машина поворачивает влево и прям клюет, резко останавливается. Я высунулся, смотрю, впереди БТР стали. А БТР там 8 колес, мгновенно останавливается. И тут у меня мысль. Что за танки? Сзади танки идут. Они так резко не могут тормозить, останавливаться. Они не могут тормозить, мы идем сзади. И у меня мысль, ствол по походному, или по боевому у него, по походному, это значит ствол задран вверх. По боевому они опускают вниз, уже... Он пробьет машину полностью. На размышления доли секунды. Я выглянул, вот до сих пор перед глазами у меня, когда по бетону железные эти, едут железные траки, они сверкают на солнце. Стерлись уже, пока шли. И вот этот блеск траков у меня до сих пор перед глазами. Слава богу, этот мальчишка, кто со мной рядом был, он должен по-хорошему, он должен ехать во время движения в колонии, он должен сидеть с водителем. Но поскольку, поскольку мы близкие были другим, он сел ко мне в отсек. Ну, нарушили. Ничего не надо делать. Нарушили, он сел ко мне в отсек, и мы, естественно, молодые пацаны, нам весело, мы шутки шутками. Когда я этого увидел и понял, что ствол опущенный, и что сейчас будет, я вот как мог его со всей силы толкнул его вниз. Туда. Сам прижался влево, к окну. Первый удар пробивает стволом дверь. Пробивает между нами перегородку. И выходит туда. И вот между нами вот такая болванка. Понимаете? Вот столечка, наверное, доставалась до аппаратуры. Я думаю, сейчас будет второй удар. И вот как там встал всей массой, как дал по машине. Машина прыгнула вперед, естественно, ствол исчез. А этот в этот момент поднимался, и вот фанера, которая была, а его толкнул, он голову разбил, но живой. Первый элемент. Молодого бойца посадили. Это тоже элемент, хоть и молодой бойца, но это элемент везения. То, что он вывернул влево, ни больше, ни меньше, именно столько, сколько вывернул, это тоже элемент везения. То, что окно есть, я успел увидеть. Понимаете? То, что я успел его толкнуть, это тоже элемент везения. Сообразите толкнуть. Иначе не было бы или меня, или его. А чему вас война научила? Сложный вопрос, но... Сложный вопрос. Я понимаю, принимать решения, быстро оценивать ситуацию, быть дисциплинированным, решительным. Вот это последнее, скорее всего. Все, что вы сказали, это естественно. Но быть решительным и уметь нести ответственность за принятое решение. Вот, наверное, этому научил. Я не буду говорить о том, что уметь выживать и так далее, это слишком банально все. Вот нести ответственность за свои принятые решения. Наверное, она мне больше всего и война этому научила. А чем вы занимались после срочной службы? Как сложилась ваша дальнейшая судьба? Как у всех, наверное. Вернулся. Как говорится, народное хозяйство. Начал работать. Присмотрелся кое-чему. Посмотрел, думаю, вот есть организации ветеранов. Почему нам не создать такую? В 85-м году я начал заниматься этим вопросом. Вы возглавляли? Было одно время. Естественно, нам не заинтересовались. Это было что? Они были неформальные объединения. Они были, естественно, запрещены. Но, тем не менее, зная, кто мы и что мы, само собой, сотрудники подходили под видом гражданских людей, слушали наши разговоры, видели, что ничего плохого мы не собираемся делать. И Комитет госбезопасности неоднократно вызывал, и Министерство внутренних дел неоднократно меня вызывали, и военкомат дергал. Что-то вы тут задумали, что вы хотите, зачем вам это надо. Вон есть ветераны, они без вас обойдутся. Но это движение шло по всей стране. И посему, посему, Москва объединила, дала добро. И это уже неформальное объединение стали, а это уже стали советы воинов, интернационалистов, советы воинов с запаса. Почему запаса? Потому что, так сказать, рекомендовано было принимать в свои ряды и тех, кто не был в Афганистане, не был в горячих точках. Ну, такого понятия еще не было. Какие задачи вы решали? Какие вопросы вам нужно было поднимать и решать? Социальные. Когда человек с вами возвращается, кто он? Он потерянный. Там война раздевает человека. Буквально раздевает. Он голый. Там, в этих... Мировоззрение, тем более молодого человека, оно меняется. Я, насколько знаю, будучи возглавляя этот комитет, вы же построили дом для воинов-афганцев. Нагорный один из первых. Вот одна из самых главных задач, что я перед собой ставил, это обеспечить... Жилье. Жилье. Каждый человек хочет свою семью, своих детей. Хочет жить, нормальной жизнью. Без своей крыши над головой не получится. Посему, посему, неоднократно мне приходилось выезжать и в районы, задерживая администрация, решать вопросы обеспечения жилья, и по предприятиям, и по колхозам, и по совхозам, которые имели возможность там строить для своих людей. Работая все, видя все, что происходящее, что, ну, просто невозможно вот такое количество людей единовременно обеспечить жильем, пришла такая мысль, а почему бы не создать молодежный жилой комплекс? На примере того, что вот Аслан Гукетлов, кстати говоря, большое ему тоже спасибо, этому человеку, он очень многому меня научил тогда, подготовил, как правильно действовать, как правильно выходить к этому, к этой цели. Валерий Мухаммедович Коков, царство небесное ему. Он навстречу шел. Сколько он для нас сделал, как он нам помог, так и в этом деле. Борис Мустафаевич Зумагулов. Да. Вот я не это самое, я не хвастаюсь, он сам же был в Афганистане, он был политическим советником, он все, эту кашу, как говорится, изнутри, он сам ее ел, и эту всю проблему он изнутри знает, он прекрасно понимает нас, он и сейчас нам помогает. Землю выделили нам, проект, значит, был сделан проект людей для освоения строительных специальностей мы направили к Гукетлову на его строительные объекты. Очень многие ребята получили строительные образования, строительные специальности приобрели, штукатуры, маляры, сварщики и так далее, квалифицированно причем, и документы им выдавались, и сами же своими руками построили этот дом. Можем смело сказать, что с этой идеей, а идея была первая в Советском Союзе, с этой идеей минимум 198 квартир получили афганцы. В наше время сейчас много общественных организаций, которые работают с воинами-интернационалистами. Как вы относитесь ко всему этому? Почему нельзя объединиться и одним таким большим кораблем решать эти проблемы? Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Объединение нужно, но может быть, больше даже нужно сотрудничество между организациями, соглашение, заключать и работать всем вместе. Как говорится, бить в одну точку. Вы столько рассказываете, у вас такой колоссальный опыт. Вы встречаетесь с молодежью, со школьниками, студентами, рассказываете о том, какая была у вас служба. Им это интересно, если вы вот встречаетесь? Это зависит от человека. Встречаться мы встречаемся. Я сейчас состою в боевом братстве. Есть такая организация «Боевое братство». Я член Совета Республиканского отделения. Мы регулярно проводим. Регулярно проводим. Встречи с молодежью в школах, в средних учебных заведениях, в лицеях, в кадетской школах. Вот недавно приезжал, буквально последнее случайно, скажу, последнее событие, что было, приезжал герой Советского Союза, герой Майор Салуянов, Александр Петрович. С ним было проведено, вместе, совместно с ним было проведено несколько мероприятий. Мы были в кадетской школе, в Бабугенте, мы были в Шалушке, в школе тоже провели мероприятие, круглый стол был проведен здесь. С детьми работать это наша первоочередная задача. И афганцев, и не афганцев, и боевое братство объединяет и ветераны Чеченской войны, и афганской войны, и прочее, вплоть до сирийцев. Все это боевое братство. Его создал в свое время генерал-полковник Громов, который выводил войска с Афганистана. Под его аккурацией мы сейчас находимся, он у нас наш руководитель. Естественно, мы привлекаем не только афганцев к нашей работе, но и всех остальных участников локальных войн. Когда мы встречаемся с ними, я зачастую им определенные вопросы задаю, и один из вопросов, вот в чем ваш патриотизм, в чем ваш выражается. Они начинают что-то, 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 и я говорю, ребята, самое главное ваше, ваш патриотизм выражается в том, тоже выражается в том, что вы должны учиться, учиться, и еще раз учиться. А что для вас была Родина в те годы, когда вы служили в Афганистане? Одним словом, Родина, и все, что за ней стоит, а за этим стоит, если с краю начать, это семья, это родители, это окружение, это покой, это то, что создано народом. Мы же видели, что это... мы же изучали историю, мы знали, сколько труда вложено было нашими родителями, нашими дедами, и это нужно было защитить. Вот это и было. Вот это и есть, все входит в это понятие Родины. Но ведь многие поколения, которые изучали эту историю, которые общались с теми, наверное, дедушками, которые прошли Великую Отечественную войну, но в них нет этого патриотизма, и они не могут сказать, что даже проходя службу срочной армии, они были настолько патриотичны, и для них Родина это имело большое значение. Кто вас воспитал эти чувства, кто вам привил вот эту любовь к Родине? Наверное, родители. Ваши сновья знали о вашей службе в Афганистане? Вы им рассказывали об этом? Ну, конечно, знали. А куда бы им деваться? Ордена носят ваши? Да. По детству мальчики же любят обычно это доставать все. Конечно, доставали, таскали все это, само собой. А что спрашивали? Вот о чем с вами разговаривают дети? Что их больше всего интересует? Как все дети задают, страшно ли тебе было? Был период, когда срочная служба в армии, многие молодые ребята пытались ее избежать, уклонялись от нее. А вот нынешним ребятам, которые понимают, что как бы сейчас жизнь в стране сложилась так, что не будет карьерного роста, если ты не пройдешь эту службу в армии, не будет у тебя какого-то статусности в жизни. Что бы вы им сказали, что бы вы им пожелали? Молодым, которым предстоит еще призыв в армию? Я чуть-чуть отклонюсь, не то, что отклонюсь, а немножко издалека начну. Я скажу так, погоны надеть может каждый, но не каждый может их носить. Это нелегкая ноша. Но хотелось бы, чтобы люди это осознали, что служение Родине это не просто зарабатывание денег. А если сейчас раз денег не будет, что они побросают и уйдут? Поэтому я говорю, погоны надеть может каждый, наносить их. Лихие 90-е годы, когда зарплата была копеечная, когда над военными смеялись, тем не менее выдержали и выдержал тот контингент, который действительно пришел служить Родине. я посоветую молодежи, молодым ребятам, прежде чем надеть погоны, подумайте хорошо, ваше это или нет. Знаете, мы сказали в начале передачи, что 15 февраля будет отмечаться 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. Как вы будете отмечать эту дату? В республике создан оргкомитет по проведению мероприятий, связанных с этой датой. Боевое братство проводит тоже со своей стороны. Ряд мероприятий будет проведены. Одно из них это выезд нашей делегации в количестве 10 человек в Москву для торжественного марша на Красной площади. Первый раз проводится подобное мероприятие. После этого встреча в Кремле концерт. С какими бы вы словами в заключении нашей передачи обратились? К молодым людям? Может быть даже и к старшему поколению? Что бы вы сказали сегодня? Молодым я скажу прежде всего знание. Знание, 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 знание. Чем больше, тем лучше. Хороший специалист по нынешним временам это ценный человек. Быть хорошим специалистом это значит состояться как человеку, как мужчине. Я вот обращаюсь именно к ребятам, скажу. Своим сверстникам, тем, кто, особенно тем, кто прошел войну, я пожелаю здоровья. Многие потеряли его. Старшим пожелаю, пусть они радуются успехам своих детей и внуков. Я вам хочу пожелать, чтобы вы и дальше также радовались жизнью, чтобы вы как можно чаще встречались с нашими молодыми людьми, школьниками, чтобы вы им рассказывали о том, может быть не надо так скрупулезно и досконально говорить, но о том, что вы проявляли интернациональный долг, что вы служили Родине, отдавали свою жизнь. Здоровья вам, долголетия. Дружите, любите, поддерживайте друг друга. Спасибо вам большое. Афган-афган без пафоса, без даты, без звучурной патетики в стихах. Кто мы тебе, вчерашние солдаты? И кем ты стал для нас? Не только в наших снах и песнях, будто и не нами спетых, услышанных или нет, таким же, как и мы, с зажатой в кулаке дрожащей сигаретой или беспечно мудрым и хмельным, вопросом на вопрос ответить, не пытаясь все в памяти ворошим, где каждый о своем, сбегаем от нее. И снова возвращаясь, находим тот Афган, которым мы живем. Афган, 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 когда же дембель лежат, лежат на камнях, ведь смерть глупа. А завтра, может, меня такая же ждет судьба. Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. , опять же я живем подошли. А у разведчика судьба порой, коротка, как рукопашный бой, И небо синее над головой И до звезд легко достать рукой А ты, прислушайся, летят и гудят Трассера по тишине ночной И, разрывая воздух, просвистят Над твоей головой А ты, прислушайся, летят и гудят Трассера по тишине ночной И, разрывая воздух, просвистят Нарушая наш покой Шли сегодня танки без привала С крохотом осколков по броне Здесь учений нет и радуг мало В этой необъявленной войне Жалкая нерусская погода Оседает пылью на броне Оседает вот уже два года На афганской этой стороне Жалкая нерусская погода Оседает пылью на броне Оседает вот уже два года На афганской этой стороне А мы припомним, как бывало Ночь шагали без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку Как делились другом флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку Как делились другом флягу И последнюю щепотку табака Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поезд, снова вой Ты, сестричка, медсанбати Не тревожься, бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, медсанбати Не тревожься, бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Что ни говори А мы с тобой, товарищ Пороху понюхали тогда Сквозь огонь боев И дым, пожарищ Нас вела заветная звезда Что ни говори А мы пройти сумели Все, что нам отмерила война И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена Здесь вдали от родной земли Злые ветры пылят Здесь так редко идут дожди Чаще пули свистят Я вернусь к тебе, я вернусь Пусть уныло стучат дожди Я вернусь к тебе, я вернусь Только помни, люби, не жди Я вернусь к тебе, я вернусь В сердце радость и боль хранят Я вернусь к тебе, я вернусь Потому что ты ждешь меня Я вернусь к тебе, я вернусь Пусть уныло стучат дожди Я вернусь к тебе, я вернусь Только помни, люби, не жди Я вернусь к тебе, я вернусь В сердце радость и боль храня Я вернусь к тебе, я вернусь Потому что ты ждёшь меня Моя страна, моя судьба Моя мечта, моя война Моя любовь, моя весна И я сена Отчистый сын страны солдат Так было сто веков назад За друга друг, за брата брат Мир этих свят И каждый слой зажигает обчат И каждый слой поднимает влаг И наши души, и сердец Каспры Как во тьме моя Я снова делаю шаг Я поднимаю свой флаг Сквозь сны, левры, тревог И нелепие царства В этом бою я строю Я верю в правду свою И поднимаю свой флаг Моего государства Я поднимаю свой флаг Моего государства Здесь сто дорог Моя земля Моя Москва Звезда Кремля Здесь кровь отцов Хранят поля И кровь моя И это то, что я отдам Во славу жизни сыновьям Победы веры В добрых страх В российских стях И я снова делаю шаг Я поднимаю свой флаг Сквозь сны, левры, тревог И нелепие царства В этом бою я строю Я верю в правду свою И поднимаю свой флаг Моего государства Я поднимаю свой флаг Моего государства И каждый слой Зажигает очаг И каждый слой Поднимает флаг И наши души Сердце с костры Как во сне, левры, тревог Мы снова делаем шаг Мы поднимаем наш флаг Сквозь сны, левры, тревог И нелепие царства В этом бою мы строю Мы верим в правду свою И поднимаем наш флаг Своего государства Мы поднимаем наш флаг Своего государства Солом, паща, мы встретились с тобой Солом, паща, мы встретились с тобой Как поживаешь, дорогой Как поживаешь, дорогой Дай мне, паща, свою колючую щеку Да и я Паща тебя покрепче обниму Паща, паща Паща, 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 п Дорогие мои, шурави! Своём, почем, своём! О чём, почем, до вас был? И столько нам не осталось жить! Своём, почем, чтоб, поверь, не забыть! Своём, своём! Вива! Уносим ваграм! Вива! Абулы салам! Вива! Вива! Бой, горе и гордость! Вива! Всем вам, дорогие мои! Шурави! Шурави! Дорогие друзья! Мы благодарим вас за то, что вы пришли сегодня в этот большой зал Ответить с вами 29-ю вывода советских войск из Афганистана! Давайте всегда поддерживать друг друга в крутую минуту! Будем жить! И мы надеемся до новых встреч, мы ещё не раз встретим наш праздник! По славу всех, кто сегодня собрался здесь! Вива! Вива! Как на горе не рад! Вива! Бальцеваты казни! Вива! 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 Всем вам, дорогие мои! Шурави! Вива! 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 Субтитры сделал DimaTorzok На этом наша программа подошла к концу. Будьте счастливы! Мира, спокойствия, благополучия нам всем! Ваша Марина Мисостишева